Вспыхи, эмоции были, как гнева, так веселья. То есть ты ощутил, что вот так вот тебя немножко штормило, да, из стороны в сторону эмоционально? Именно как хобби я бы хотел заниматься туризмом. Вообще, я считаю, что в любом месте можно найти себя, если ты этого хочешь. На самом деле, Рня, очень приятно, что ты видишь именно эту сторону. Моя мечта – это найти профессию, которая у меня будет по душе. Не надо бояться экзаменов, ведь это просто маленькая трудность в жизни. Добрый день, дорогие зрители! В эфире «Поколение чувств» – передача о подростках, в которой наши герои рассказывают о том, что на самом деле чувствуют подростки и как нам, взрослым, научиться лучше их понимать. Сегодня у нас в гостях Ирдни Тугульчаев. Ирдня приехал к нам из посёлка Комсомольский Черноземельского района, и с ним вместе мы поговорим о выборе профессии, самоопределении и любви калмыки. Ирдня, привет! Привет! Расскажи немножечко о себе. Сколько тебе лет? В каком ты классе? Чем ты увлекаешься? Мне 15 лет. Я учусь в дедом классе. Особых увлечений нету, но есть интерес к истории Отечества и мира. Ты знаешь, в каждой передаче я всех героев спрашиваю, да, есть такая традиция, я задаю вопрос, что было нового, хорошего с ним за последнее время? Какие-то маленькие или большие радости? Что приятного было у тебя? Мне очень понравилась весна в Калмыкии, как степь осветает. По пути в Листу, смотря в окно автомобиля, мне очень было радостно на душе, потому что степь стала зелёная, птицы повсюду летают, майки начали спускаться, у нас святые вообще. Очень красивые, да, ты сейчас так описывал детально, я прям представила, ты знаешь, даже запах представился из степей. Рня, ты сказал, что тебе 15, и получается, что переходный возраст и все его особенности для тебя уже знакомая история, да? Вот как на себе ты ощутил, столкнулся ли ты со сложностями переходного периода, и какие это были сложности? Для меня в сложности переходного периода было то, что я стал более эмоциональным, вспыхи эмоций были, как гнева, так веселья, радости. То есть ты ощутил, что вот так вот тебя немножко штормило, да, из стороны в сторону эмоционально. А как тебе кажется, с чем это связано? Ну, я думаю, что это связано с физиологией человека, тем, что гормоны скачут во время переходного возраста, а организм готовится к более взрослому телу. То есть это нормально, да, то, что это происходит с вами в этот период. Но как ты себе помогаешь? Ведь гнев, он может так сильно захлестнуть, что потом можно наделать делов. Когда я злюсь, я пытаюсь, ну, если я кого-то ударил, не знаю, нагрубил кому-нибудь, я пытаюсь вздохнуть, глубоко вздохнуть, обдумать всё то, что я сделал, и спокойно выдохнуть, и извиниться перед человеком, которому я нагрубил и ударил. Это прям целый инструмент самопомощи сейчас ты озвучил, как правильно себя возвращать в состояние такого стабильного состояния, спокойного состояния. Основная потребность молодых людей и девушек в возрасте от 13 до 16 лет – это потребность в самоопределении. Они ищут себя, они задают себе вопрос, «Что я хочу делать в будущем? Чем заниматься? Какую профессию выбрать?» Вернее, ощутила ли ты на себе, что в период как раз 15-14 лет ты задаёшь себе вопрос «Кем я хочу стать, когда вырасту?» Какую профессию выбрать? Может быть, такой выбор уже с тобой сделан? Да, я думаю, что я хотел бы связать свою жизнь с юриспруденцией, пойти на юридический факультет. На этот выбор меня потолкнул мой папа, который сам учился на юридическом факультете и стал полицейским. Мне кажется, что ещё этот выбор во многом связан с тем, что, как ты сказал, ты увлекаешься историей, ты изучаешь историю Отечества, историю мира в том числе. Правильно я понимаю? И помимо этой сферы, какие ещё сферы тебе интересны? Именно как хобби я бы хотел заниматься туризмом, потому что во время туристического тура ты отстраняешься от обстановки твоей привычной, чувствуешь новые эмоции, ты чувствуешь новую обстановку, она тебе как-то помогает эмоционально выгрузиться. А считаешь ли ты Калмыкию туристически привлекательным регионом? Я считаю, что Калмыкия очень хорошо бы подошла под роль туристической республики, потому что у нас есть куча прекрасных мест, которые можно посетить во время тура какого-нибудь. Ирня, сегодня такая существует тенденция, что молодые люди часто уезжают из республики. Это понятно, они едут за качественным образованием в большие города. Но и после окончания вузов возвращаются лишь единицы. Вот как тебе кажется, почему это происходит? Мне кажется, потому что молодое поколение считает, что в Калмыкии нет работы, заплаты маленькие, да и перспектив сильных здесь не бывает. При всём, при том, что возможно действительно такие трудности присутствуют в нашем регионе, ну как тебе самому кажется, возможно ли найти себя здесь? Вообще я считаю, что в любом месте можно найти себя, если ты этого хочешь сам по себе. То есть ты можешь там открыть бренд одежды, какого-нибудь нового проекта создать, который тебе понравится. А в Калмыкии есть у нас такие проекты? Здесь есть куча проектов, которые могут понравиться людям. Вот на самом деле, Ирня, очень приятно, что ты видишь именно эту сторону. Потому что огромное количество людей, они замечают совсем другое. Малый регион, маленькие зарплаты, отсутствие перспектив, возможностей и так далее. Ты же замечаешь совсем другую сторону. У современного поколения на самом деле единицы сегодня увлекаются культурой, историей нашего края, изучают калмыцкий язык. Как тебе кажется, что делать взрослым, родителям, школе, для того, чтобы сформировалась такая любовь у детей с юных лет? Мне кажется, что нужно больше выезжать именно в экскурсию по республике, а не по другим регионам, показывать красоту нашего региона, показывать все красоты, историю в том числе, рассказывать там историю мест конкретных, по типу одинокого топлива. То есть, действительно, если будет с малого возраста формироваться вот такая, да, скажем так, популяризация наших мест через какие-то интересные рассказы, интересные беседы, да, через какие-то туристические поездки, даже для тех же самых детей, да, неважно какого возраста, по сути, то ребенок таким образом будет чувствовать вот эту любовь. Я правильно тебя поняла? Угу. Отлично. Эрдня, а в чем для тебя ценность Калмыкии? В первую очередь, Калмыкия для меня это родной край, в котором я вырос, моя родина. Мне нравится культурное богатство нашего народа, потому что эпос Джанг, это, ну, Калмыкия один из немногих народов России, кто имеет эпос. Эрдня, а что делали твои родители для того, чтобы у тебя такая любовь к родине сформировалась, чтобы у тебя такая привязанность была? Мне кажется, моя любовь к родине больше сформировалась во время школьного возраста. В начальных классах у нас часто были показывали видео с заповедника Черной земли, показывали косоты нашей республики, природу, рассказывали историю нашего народа. То есть во многом на твое формирование повлияла в том числе и не только семейная культура, но и школьная культура. То есть правильно я понимаю, что школа очень многое имеет значения в этом вопросе? Конечно, ведь в школе именно человек получает социологию, человек социализируется, общается с другими людьми, как-то находит себя в жизни. А как тебе кажется, родня, с чего начинается выбор профессии? Мне кажется, в первую очередь выбор профессии зависит от желания человека, который хочет работать. Допустим, если ты хочешь посвятить свою жизнь, чтобы лечить людей или спасать людей, то ты выберешь одну профессию. Если ты хочешь что-то другое, то ты выберешь другую. При выборе профессии ты, наверное, должен осмотреть все варианты, которые бы ты хотел повести. Если у тебя нет именно желания в какой-то определенной сфере, то попробуй посмотреть там всякие ролики о работе разных профессий, профориентационные уроки. Посмотри. Как-то попытайся почувствовать, что тебе ближе к душою. А у тебя самого есть мечта? Ну, моя мечта – это найти профессию, которая мне будет по душе, которая мне будет приятно заниматься, не учитывая зарплату. Ту профессию, которую я бы полностью душой посвятил. Ну, вот. Спасибо большое. Смотри, у нас есть еще такая рубрика. Это вопросы от родителей. То есть это вопросы, которые чаще всего задают родители практически каждый день. Это то, что их больше всего волнует. И касательно как раз самоопределения, выбора профессии и так далее, вот, наверное, очень распространенный вопрос – это следующий. Мама 16-летнего юноши, задает следующий вопрос. Мой сын не знает, куда поступать, а на носу уже 11-й класс. Спрашиваю его, а он не знает, ни к чему не тянется. Вот что бы мы посоветовали, во-первых, этому юноше, 16-летнему, и, может быть, маме, да, чтобы она как-то немножко себя успокоила, меньше тревожилась и так далее? Мне кажется, в первую очередь нужно ему посмотреть профессии, ну, работу профессии, которые ему нравятся. Если ему ничего не нравится, то провести профориентационные уроки, посмотреть профессии, которые могут занятий, рисовать его, вдруг он чем-то занимается, вдруг у него есть какое-то хобби, и уже на основе этого хобби строить примеры, чего бы он мог бы заниматься в будущем. То есть ему нужно сделать упор на профориентацию, да, и профориентационные занятия сегодня, они достаточно распространённые тоже, да, такая история. Спасибо. Второй вопрос, тоже очень частый. Кстати, может быть, мы прям большую пользу принесём, да, отвечая на него. Моя дочь очень волнуется перед предстоящими ЕГЭ. Почти паника. Я не знаю, как ей помочь. Если у человека прям сильная паника при предстоящем экзамене, то в первую очередь нужно обратиться к психологу семейному, чтобы он как-то поработал с ней, что не надо бояться экзаменов, ведь это просто маленькая трудность в жизни, которую можно пройти легко. Родня, спасибо тебе большое за сегодняшнюю очень интересную беседу. Я от всей души желаю, чтобы все твои мечты, все твои планы реализовались, и чтобы твоя любовь к нашему региону, она только росла и на самом деле приносила огромную пользу всем вокруг. Помните о том, что в подростковом возрасте основная потребность у ребят – это потребность в самоопределении. И когда они ищут себя, они задают так или иначе себе вопросы. Какую профессию я хочу выбрать? Кем я хочу стать, когда вырасту? Какую деятельность я для себя выбираю, как свое любимое дело? И для того, чтобы помочь ребятам открыть в себе этот потенциал и найти свой интерес, очень важно развивать эту социальную среду для ребенка, показывать его мир, соблазнять ребенка реальным миром, тем, что находится вокруг него, и показывать ему эти красоты. Спасибо вам большое за внимание. И если вы хотите стать героем нашей передачи, то пишите, пожалуйста, на указанную электронную почту. До новых встреч! До новых встреч!